Всем привет! Сегодня у нас в гостях Алина ОСЭПОКСИ. ОСЭПОКСИ? ОСЭПОКСИ! Как ее только не называют. Сегодня мы будем вместе с вами в прямом эфире заливать три разных подстаканника на смолах разной вязкости с одинаковым мурузором, для того, чтобы вы увидели, какая разница получится в заливках. Поэтому сегодня у нас будет Алина в эфире. А я буду читать ваши вопросы. Пишите, не стесняйтесь, на все вопросы ответим. Работать мы будем на материалах компании Поксимастер, на смоле густой, в средней вязкости и жидкой, и на наших красителях. Подробнее покажем сейчас в экране. Будет, как всегда, цветаста, потому что по-другому я не умею. Но благодаря этой довольно простой технике вы сможете сделать очень яркие красивые подстаканники. Я взяла блесткий хамелеон Данхо. Держи, держи. И краситель Хор Глаз. Поправляйте меня, потому что английский у меня очень плохой. И я взяла еще тонер Корнеол. Потому что мне не хочется сегодня полупрозрачной смолы. Я хочу ее протонировать. Будет очень ярко, так как солнышко, я уверена, мало где сейчас есть в России и не только. Нам нужно его хотя бы морально где-то видеть, чтобы витамин Д достигался путем самовнушения. Можно вот сюда поставить, тебе не будет сильно мешать. Да, нормально. Вот так, хорошо, всем все видно. И Алила как раз. Я пойду по вязкостям от жидкой к густой. Жидкая к средне-густой. Сначала я беру компоненты. Сами знаете, славлюсь тем, что я делаю. Все размашисто. И это никому не будет хорошо. Привет, привет, всем привет. Так, скажите, пожалуйста, все хорошо у нас видно, слышно? А то у нас тут небольшие были. Технические шоколадки. Отключение. На палатке Юленька тоже присоединилась. Слышно? Настраиваю так, чтобы можно было и приструнить наш телефон, и чтобы все было... На каждой подстакане берем по 60 грамм смолы. Соответственно, 40 на 20 при пропорции 2 к 1. 40 грамм смолы и 20 отвердителя. Да, слышно, все хорошо. Девочки, всем привет. Уже столько знакомых лиц. Все ок. Люблю цветастые цыганщины. Прекрасно. Мы тоже. А это не унять. От этого очень сложно уйти. А если есть возможность, эпоксимастер не всегда дает, я глупо не использовать. Так, все, у нас видно, слышно. Все отлично. Начинаю я с... Ой, жидкой. Противогаз нужен? Противогаз нужен? Обязательно. Обязательно. Обязательно используем респиратор. Обязательно. Алина, что тебе помогать? Пока ничего. С удовольствием отвечу на вопросы. Пока мешаю. Так как, сами знаете, процесс совмещения компонента А и В самый долгий, муторный, неприятный, смущный, как урок биологии в начале. Да, вон Алина там замешивает, просто показываю вам. Замешивает смолу. Сейчас начала с какой? С жидкой смолы. Я иду от жидкости в густоте. Вот так. Вот она у нас уже есть по компоненту Айба. Вот так. И мы ее сейчас будем мешать. Да, чуть, наверное, погромче можешь говорить. Я стараюсь. Добрый день, всем привет. Да, сегодня наш эфир называется «Один узор разной вязкости». Мы будем заливать три подстаканника на смоле компании Поксимастер, на жидкой, на средней, на густой. Сделаем в одинаковой пропорции красители возьмем и зальем одинаковый узор. А как он сыграет, ляжет, расплывется, вы посмотрите потом в наших сториз. Как правильно рассчитать количество смолы? Лин, давай ты по ответь, или хочешь я отвечу? На самом деле я профдеформирована в этом вопросе, потому что очень часто я запоминаю количество. У меня не было опыта в моем профессиональном кредо, когда я искала где-то по калькуляторам. Я всегда лила на глаз самостоятельно, а потом путем проб, ошибок, дополнительных форм я понимала идеальное количество смолы. Но вообще у Эфир Мастера есть прекрасный калькулятор, который позволяет вам максимально грамотно все это рассчитать. На сайте прямо. Да, прямо на сайте, если он был у меня, я бы столько не сливала в свое время. Ну да, на самом деле, когда только начинаешь работать с материалом, это важно. Его очень жалко, потому что ты еще, ты каждую каплю жреешь, тебе становится очень обидно, если ты переливаешь. Или наоборот, очень сильная усадка происходит в форме. Так, сохраним ли Эфир? Да, сохраним. Какую смолу использовать для ювелирных украшений? У нас есть смола для ювелирных изделий в нашей линейке. Вот она идеально подходит для украшений. Она жидкая, пузырьки сами хорошо выходят. И, пожалуйста, попробуйте. Я уверена, вам понравится. Жидкую я уже замесила. Средняя смола ближе к какой по узорам? Ближе к густой. Да, особенно если вы пингуете ее. Пинг – это момент простоя. Чем больше она стоит, тем больше она будет напоминать густую смолу. Вопрос к тебе. Мы делаем одинаковые капли везде. Везде одинаковое количество капель. Тут еще регулировщик. Мне только боль дай. Итак, сейчас я разливаю на... Три стакана, может быть, на два. Сейчас посмотрим. Здесь будет гиоксидомерий инопласт. Но это плюс-минус где-то 10 грамм. Да, 12 грамм максимум. А также сюда идет. То есть у меня из общего, из 60 я вычленяю 20. Это будет цвета. А остальное у меня будет тонер. Два стакана. Вот то, что нужно. Эфир. Густая, жидкая, средняя. Нам, новичкам, все будет понятно. Какой эффект. Я все выбираюсь максимально показать. И сделать все одинаковое, чтобы было очень показательно видно. Сейчас я пока разбавляю белый краситель. Вопрос, покажем ли мы результаты завтра. Завтра, либо послезавтра в сториз выложим. Да, куда мы денемся? Мы здесь живем. Да. У нас здесь кормят. Итак, белый я взболтала. И я беру около 4, наверное, капель. Это белый перламутр. Опа. Да, пусть будет капля перламутра. Да, капля перламутра не убивает лошадь. А вот я нашла. Ну, давайте пока, значит, замесим желтенький цвет. Он нам тоже нужен. Это вот такой полглаз. Это тоже перламутр. Металик, точнее. Очень красивый цвет. 1, 2, 3, 4. Я его взяла 4 капли. Вот, да, белый базовый краситель. Сейчас я его тоже положу. Для тех, кто присоединился, у нас сегодня в эфире в гостях Алина ОС Эпокси. Мы делаем заливку трех подстаканников смолой разной вязкости. Жидкой, средней, густой. И будем делать одинаковый узор, чтобы вы увидели разницу, какая будет разница в узоре. Вот так видно, да? Очень мне тоже нравится. Очень похоже на мед. Как чистить молд от пыли? Хороший вопрос, Алина, отвечай. Для этого вам необходимо взять малярный скотч. Можно, кстати, обычный, лишь бы он не был таким, знаете, свежим, скажем так. Да, да. Потому что агрессивный клей может испортить форму. Поэтому малярка в идеале. Проходитесь, как, я извиняюсь за аналогию, как депиляция. Кладете, снимаете, пыль вместе уходит. Все идеально. Я вам покажу. Вот я нашла скотч малярный. Малярный скотч выглядит вот так. Берем кусочек скотча. И вот так вот прям проходимся. Тут какие-то блесточки, которые нам совсем бы не помешали, но мы их тогда уже почистим. Вот так проходимся. Я никогда, честно, не мою молды. Ты моешь? Это бывает крайне редко, когда у меня есть настроение, а такого обычно не бывает. Видите, вот капельки мы собрали, и все. А мы тем временем интегрируем белый. Четыре капли. Раз, два, три, четыре. Я его предварительно очень хорошо сболтала. Вообще никогда не забывайте хорошо встряхивать красители. Потому что результат будет тоже очень сильно влиять. Если вы забыли этого сделать, особенно с белым, так как он тяжелый, у вас возникнут проблемы с рисунком. Потому что он будет вялый, неравномерный, из-за того, что всю концентрацию вы не подняли. У нас вот белый отличный плотный цвет. Пишут, люблю малины. Спасибо, я вас тоже люблю. Я, правда, не вижу кто, но это взаимно. Это взаимно. И теперь мы берем остаток и тонер. Корниол, он, как я понимаю. Да. Ой, блин, балдежный цвет, обожаю. Красивый. Алин, знаешь еще какой вопрос? Хороший. Три капли, если что. Да. Какой цвет, по-вашему, самый ходовой? Хороший вопрос. У каждых мастеров по-разному. Ну, лично, если топ, то это изумруд, черный и белый, пастельные, любые бежевые оттенки. Речной песок, обожаю. И, знаете, такой, господи, как его зовут? Не то, что морской волны. Ну, как все обои, вот, приблизительно в ту степь. В общем, посмотрите на логотип Epoxy Master. Да. Вон туда. Это серьезно, без шуток, один из самых ходовых цветов, потому что сейчас в особенности он превалирует около 90% в разных интерьерах. Будь то абсолютный минимализм, или что-то яркое, этот цвет, он успокаивает, и довольно дорогой. Алина, еще вопрос. Возьми для меня, пожалуйста, молд для подноса с кристаллическими краями. Это Ракелова Светлана. А, Света, Свет, хорошо. Просто мне в личку напиши, пожалуйста. Ну, так, чтобы не забыла. Юленька пишет там, я люблю и Алину, и Юлю, Юлика наша. Спасибо, Юля. Я тебя тоже, извини, что я не приехала поесть. Сейчас со мной поедешь. Сейчас я делаю серединку. В тонерах нужно обрезать носик? У меня сегодня вы не выдавливались, пока не обрезала. Да, специально наши носики не обрезаны для того, наши носики, в смысле носики у красителя в баночке. Не обрезан, потому что, ну, чтобы не выветривался. Оленька пишет. Покажите, пожалуйста, речной песок. Так, сейчас найду, покажу. Скажите, пожалуйста, ваш вмятный такой же плотный, как белый? Чуть менее плотный. Чуть-чуть менее плотный. Я вот вмятный как раз чуть-чуть белого добавляю для плотности. Хорошо, что показываете. Три вида смолы. Сейчас речной песок. Кстати, очень большой плюс того, что он менее плотный, чем белый. Потому что, особенно если вы будете работать на сложносоставных цветах, вы сможете его не загасить, не перегрузить. И он будет хорошо работать. Я люблю, к примеру, сама вмесить цвета, но иногда бывают настолько плотные красители, что с ними потом сложно бороться. Как вы видите, я уже сделала середину. Середину я не просто так взяла блестки хамелеона Данха, потому что здесь сочетаются все цвета. И теперь мы берем наш желтенький красивый цвет, выливаем по ореолям. Снимаю аккуратно. Делаем носик. И начинаем лить ореолку. Вот смотрите, речной песок, он вот такой нежно-нежно бежевый. Вот такой. И еще очень красивый цвет, светлая охра. Он такой бежевый, но чуть-чуть как будто бы серым. Он на крем-брылее чем-то похож. Вот такие. Видите разницу? Вот это речной песок, а это светлая охра. Очень красивые натуральные цвета для камней, если вдруг кому нужно. Как видите, у меня есть мягкое серебро. Я могу заменить его, добавив в краситель. Интересно, что такое мягкое серебро. А края молда высокого нужно промазывать смолой от пузырей? Можно. Желательно. Можно, да. Изменится ли рисунок? Ну, вообще незначительно, мне кажется. Да, там главное, чтобы избежить этих догадаций, потому что пористый материал. Итак, мы дальше. Спрашивают, это краситель или пигмент? Это краситель. Это пигментированный колер металлик. Да, вот он. Желтенький и вот брестки. Вот такое у нас сегодня. Желто-оранжевое настроение. Тем временем мы проливаем тонированную. Как видите, здесь было три капли, и он не совсем такой яркий. То, что вот мне как раз и хотелось, чтобы совместить цвета, но они друг с другом не сильно конкурировали. Доливаю всю толщину. Ой, как красиво. Шпателем. Очень красиво, можно оставлять. Не, подождите, подождите. Я не просто так несила. Вот так. Отлично, мы сделали середку. Она у нас чуть-чуть, если уплывает, вы можете как раз ее... Шпателем подтягивать. И теперь берем белый. Также вынимаем шпатель, потому что он может в самый неприятный момент перекоситься, упасть вам сюда на толщину краски, и ничего хорошего не будет. И очень аккуратно проливаем поверх по нашему желтенькому цвету. Чуть-чуть отступаешь, да? Ох, спишь. Прости, пожалуйста. Как видите, там отступ, ну, совсем минимальный. Так, опоздала. Девушка спрашивает, какая это вязкость? Это жидкая. Дальше будет средняя, и завершим мы густой. Одинаковый узор будем делать? Если мы будем делать разные узоры, мы не сможем увидеть разницу, и то, в принципе, зачем мы это сделаем. Сохраним ли эфир? Да, обязательно. Я сейчас пройдусь корректором. Здесь можно и горелку проходиться. Я не очень люблю. Я вообще перестала любить горелку, потому что я с ней обнималась, и она мне не ответила за имностью. Теперь мы замешиваем среднюю смолу. Алина, расскажи, что ты больше любишь делать? Больше любишь рисовать картины, или... Я люблю мазюкаться в смоле, или все-таки заливать подстаканниками. Не знаю, иногда бывают периоды, когда меня тянет только на формы. А какое у нас агрессивное облако вышло, ну, понял. Ну, ладно. Иногда я люблю только подстаканники, меня не тянет абсолютно на картины. Это также все периодизация. Иногда мне хочется лить только картины. Сейчас я в этапе, когда я делаю только один масштаб. То есть то, что вы видите, это вообще нонсенс, просто потому что я люблю и живу в Апексимастере. Мне хочется здесь что-то показывать дома. У меня сейчас огромные какие-то проекты, где я что-то сама... Мне странно от себя, но это тоже какой-то, значит, отклик изнутри идет. Мне хочется это делать. Так, вопрос. Для моря эффекта что лучше, тонеры или плотный краситель? Ну, как хотите. Я за тонеры, честно говоря. Можно плотником делать, но там нужно тоже быть аккуратным. Если вы бы сделаете слишком плотный цвет, ну, потеряет свой шарм. Потому что море это все-таки более такой... Это игра материала, который, скажем так, легкий. Пока что мы месим среднюю смолу. Вот сейчас я 40 грамм смолы взяла. Повторяю на всякий случай, на подстаканниках у нас 60 грамм идет. Так, девочки, побежала смола, да? Полетела. Покажите, пожалуйста, какой эффект получится. Есть пример? Нет. Вот как раз в сторис потом обязательно... А почему с одной стороны побежала смола? Смола. Форма смола. Температура, может быть, все что угодно. Плюс у нас здесь еще софтбокс стоит. Поэтому нагревание тоже стоит учитывать. Очень большое количество факторов, которые может влиять на форму. И на смолу. И на смолу тоже, и на форму. Здесь, знаете, если так подумать правильно, то мы работаем на одном подстаканнике около 40 разных влияющих факторов, которые очень сложно отследить. И порой мы... Да и мозг, чем больше работаешь, тем больше понимаешь, что это настолько штатная ситуация, и ты ее зашиваешь в какой-то, знаете, режим... Само собой разумеется. Здесь может быть и влажность. Хотя у нас здесь не влажная, у нас хорошо гигрометры тоже. На всякий случай. Имейте дома. Особенно, если заливаете, потому что очень часто влажность может не послужить вам другом. У нас идеально уровень. Идеально уровень. Да, стол. Перед этим все проверяли. Я совсем новичок. Такой вопрос. Как измерить количество смолы на молд? У нас есть на сайте прекрасный калькулятор, который вам поможет. Замешиваем смолу среднего веса? Да, уже среднее у нас идет. Почесла. Ну, так тоже красиво. Это же не значит, что это... Так, длину умножаем на ширину и на высоту заливки. Ну, да. А на Б на 1,6 плюс 20%. Я такой формулой пользуюсь. Если это картина. Если это заливка в толще, то умножаю еще на сколько там миллиметров у нас. Не совсем новичок. Так. Это просто новый эффект. Конечно. Не боковичек. Можно залить водой, взвисать воду. Да, тоже хороший вариант. Чуть-чуть еще добавить, потому что плотность у смолы немножко другая. Там вроде на 1,4 между умножить. 1,4 средняя, 1,6 гуртая, 1,2 жидко-жидкая. Ну, я так. Не, это правильно. Просто во всей математике я гуманитарий. Я вижу, и я илью. Все. А расскажи, как у тебя специальности разговор зашел? Блин, я человек, который никогда ничего не закончил. У меня было три попытки среднего образования. Педагогическое, учитель начальных классов, парикмахер и туроператор. Нигде я не закончила. Я просто пошла работать. И я работаю уже очень долго. Во многих разных структурах я проработала. Как меня занесло туда. Коммерческих. Потом я сидела три года на телеканале. А потом мне все надоело, и я ушла оттуда. И я очень счастлива, потому что, наконец-то, я работаю там, где мне хочется. Веб-ксмс. И здесь тоже. Девочки, демолдинг покажете? Да, обязательно. Мы для этого и делаем. Заливаем такой интересный у нас сегодня эфир. Мы делаем одинаковый узор на трех разных вязкостях смолы. У корректора очень сильный запах. Кажется, такой купил, но избавилась из-за неуветривания с какого-то запаха растворителя. Он вообще, честно говоря, не растворителем пахнет, а просто спиртом. Спиртом, да. И сказать честно, не знаю, может быть, из-за того, что у меня ковид уже давно был, и я мало что чувствую. Я вообще не чувствую. Я его вчера только почувствовала, и то, когда я семидесятку залила, и уже третий раз проходилось. А теперь еще людей с высшим образованием, это круто. Спасибо. Три капельки. Да и не важно, какое образование, если человек... Я всегда советую разделять корки и, собственно, какую-то эрудицию. Если у человека есть, голова на плечах. Это хорошо. А если нет, то и десять корок не спасет. Абсолютно, точно. Так, The Molding, да. Как называется? Золотой краситель, да? Так, секундочку. Ты лучше, потому что он уже... Да, простите. Смоли. Аурглаз. А скажите, чем отличается смола для объемных заливок от ваших, которые используются сейчас? Хороший вопрос. Смотрите, смола для объемных заливок, она предназначена именно для толстослойных заливок до 5 сантиметров. Она вообще как вода жидкая. А мы работаем на жидкой смоле именно для рисования. То есть у нас две линейки. Эпоксидная смола для рисования, есть жидкая, средняя, густая, а есть смола для объемных заливок именно. Она не предназначена для рисования, у вас весь рисунок убежит, красители все там на дно разлягутся и ничего не получится. Ждать будете очень долго. Это, да, она сохнет, конечно, гораздо дольше. Ближе потом покажите, пожалуйста, обязательно покажем красителе, что у нас получилось. Золотой краситель показали. Для тех, кто только присоединился, мы рассказываем. Мы делаем узор одинаковый в трех подстаканниках на смоле разной вязкости, на жидкой, средней и густой. Да, и мы дошли до средней сейчас. Так, все ли в респираторах? Ну, мы с Алиной тут вдвоем, да. Мы во время эфира надеваем маски именно такие, одноразовые, не противогазы, чтобы вы нас хорошо слышали. Противогазы не слышали, да, к сожалению. По другую сторону тоже все в респираторах. Правильно, молодцы. В Кыргызстан отправка предусмотрена. Можем, конечно. Напишите, пожалуйста, в директ в Эпоксимастер, и менеджеры вам все рассчитают, подскажут. С каким интервалом можно проходить корректором? Я прохожу сразу, потом смотрю по наличию пузырей. Если пузырей очень много, так же сразу проливаю. Там же фишка в том, чтобы вы его не залачивали как голову танцора. Да. Там не нужно такое большое количество корректора. Там самое главное, чтобы вы работали по системе. Увидел пузырь, быстренько прошелся, и он ушел. Переливать не надо, это тоже очень сильно влияет на слой. Это не совсем хорошо, верно. И от этого может пострадать глянец. Ну, сами понимаете, как во всей смоле, самое главное, это держать баланс. Потому что перелив, это всегда не очень хорошо. Алин, вопрос. Тонер какой? Золотой? Нет, золотой. Тонер у нас... Давайте вот это сделаем. Да. Смотрите, это металлик в жидком виде, hourglass. А тонер, это корнеол. Вот здесь вот у нас тонер налит. Вот он. А золотой, это вот сейчас мы будем лить по краю, это наш металлик. Я не слишком много говорю. Нет. Первый подстаканник на какой смоле? Жидкая. Жидкая, сливная густая. На жидкой смоле. Густой завершаем моей любимой смолой. Кстати, у тебя есть какая-нибудь приоритетная смола? Ты знаешь, я как-то вот всю жизнь любила работать на густой. Сейчас мне стали очень нравятся эффекты на жидкой. На средней, конечно, мастер-классы удобно вести. Это получается... Это идеальный вариант. Да, больше всего ее, наверное, и излила. Так, а сверху после корректора горелкой нельзя ни в коем случае? Минимум ждете минут 7-10. А то и вообще лучше выберите из двух зоу, то, что нравится больше. Потому что, нет, ну, если вы хотите шашлык на эпоксидке, то это, пожалуйста, просто очень сильная пожароопасная вещь. Ну, да. И не нужно. У меня был такой случай, что я не дождалась, пока высохнет, а у меня рука была вся в спирте. И у меня рука вспыхнула, она была в перчатке, причем вот в такой синей. И у меня... Я догадалась тряпкой быстро обмотать, иначе было бы не сиять. Я люблю строительные фены, а, понимаете, горелки случайно. Вот у меня строительный фен. А у меня лови, как это хорошо. Как понять, что молд больше нельзя использовать для заливок? О, это легко. Вы видите глянец всегда. Если он становится максимально непрозрачный, и очень характерный, вот здесь вот часто кайма идет. То есть, вот здесь вот оно прям белесое-белесое становится. Он закусится. 90% все, что это произойдет. Поэтому, видите, что глянец уходит, возьмите новую форму. Не издевайтесь над собой. Кипение смолы в любом случае будет происходить. Но одно дело, когда вы сможете задемолдить, а другое дело, когда у вас все это прилипнет, вам нужно это будет выгрызать. Форму моют... Так, я не скажу. Скажите, чем отличается смола? Рассказала. Форму моют еще просто водой с мягким жидким средством. Просушивают и вперед творить. Ну, честно говоря, вот я бы советую, он так быстрее глянец уходит. Поэтому... Износ сильный индивидуал. Да, только... Ну, это просто личный такой совет. Просто скотчем. Сухая обработка-то намного лучше. Так, Алина, какое время полимеризации у каждой вязкости? Я могу ответить. Давай, давай. У жидкой нашей смолы для рисования 48 часов, у смолы средней вязкости 36 часов и у смолы густой 24 часа. На самом деле, даже быстрее. Да. Конечно, это усредненное значение. Если у вас жарко, то гораздо быстрее процесс идет. То есть, как раз то, о чем мы говорили. Очень большое количество факторов влияет на застывание. Так, а будут ли записи эфира? Да, конечно. После гипса теряет глянец. Там еще известь остается. Его нужно хорошо промыть. И есть лайфхак. Сделайте тестовую заливку. Прозрачная тестовая проливка. Это даже, да, не заливка, а проливка идет. Вы снимаете, и весь, всю известь смолы забирает. Откуда я это знаю? А надо приходить на бесплатные мастер-классы. На бесплатные мастер-классы приходите. Мы примерно раз в месяц проводим. Я вот с гипсом не работаю, но мне было очень интересно. Ощущение, как будто, кстати, вот у нас тут пришел. Лекцию послушал. Алина, скажи, пожалуйста, для финиша, какая все-таки лучше смола? Ну, это лично твое предпочтение, расскажи. Мое. Если мне хочется линзу густая, если мне хочется закрыть, сделать глянец жидкое, если мне не хочется заморачиваться средней, то нет финиша. Нет, я не могу так. У меня средняя, это вот просто вылил и ушел. Так, тонер сверху льем на золотой краситель или просто до стыка? Как вы видите... Так, сейчас, секунду. Не сверху, да, стыка Али налила. Не заходила. Да, ради бога, простите, я на него истину. Она просто наливает смолу густую. Я поэтому отвечу. Какой фон? Да, Настенька, спасибо большое. Я аккуратно с ним, честно. Мы очень осторожно, видишь, подстелили фон. Спасибо нашим друзьям. Фотофон 24 за прекрасные фоны. Ну, мы вот очень бережно к ним относимся. Подстелили прозрачную подстилочку нашу, которую тоже можно купить в эпоксимастере и прекрасно на нее клеить молдов. Не клеить, а выкладывать. Так, вопросы? Так, еще нам Юленька писала, что вот она работает в основном на смоле средней вязкости. Ну, Юля, ее давно уже покорила, судя по цветам. Просто вот опять же, да, у каждого есть свои какие-то предпочтения. Я знаю, что, к примеру, я могу получить определенные эффекты на разных вязкостях. Они будут одинаковые визуально. Но я буду использовать другие, разные смолы совершенно. И когда мне говорят, что я лью на жидкой, ну, я знаю, что я лью на густой, люди удивляются этому. А я просто вот привыкла. Это знаете, как, ну, наверное, писать, что ли, левой или правой рукой. Это густая, если что. Да. Мешает Алина очень уж осторожно, я так не умею. Это показуха. Дома на самом деле все происходит очень... Ну, и у меня палец устал. Я вчера столько стаканов промешала, что... Поняла, не знаю, может, это психологические как-то, или это действительно удобно. Когда ты льешь очень большой объем, его легче разделить... Ну, и он однотонный. Его легче разделить по маленьким стаканам. Поэтому мне вчера было 10 стаканов по 150, да? Угу. Понимаю. И мозоль теперь на пальце. Угу. Так, каплю молди, говорят, уберите белую. Сейчас мы уберем. Еще можно выполнить бортики, точнее края. У нас потрясающий есть продукт. Это называется Molded сейчас покажу. Паста. Да. Шикарная, которую можно убивать как угодно. Она очень износостойкая. Смотрите. Прекрасный вопрос. Есть такая паста Molded. Это паста для создания силиконовых форм. Вы берете что-то супер глянцевое. Например, вот такие листы. У нас есть в формате А3, в формате А4. Главное не на силикон. Да. Вот самое главное, не ставьте его на форму. Он прилипнет. Может прилипнуть, честно говоря, может и не прилипнуть. Я просто пробовала, у меня ничего не прилипло. Вот в чем вопрос. Я понимаю, почему ты это говоришь, потому что у нас недавно был такой вопрос. Но вот может прилипнуть, может нет. Поэтому действительно лучше не рисковать. Вот такая паста. Смешивается в соотношении один к одному. На весах обязательно тоже измерять. И вы делаете совершенно вообще любую форму. Ну, конечно, удобно, когда вы подкладываете листочек какой-нибудь с уже нарисованной формой. Да, черновик помогает очень при лепке. Если у вас непростые. Хотя, честно сказать, тут тоже от прямых рук зависит. У меня они кривые, я даже круг нормально сделать не могу. Поэтому я везде же выиграю. Ты же рисовала. А все равно у меня выходишь. Ты глянешь на пластике, через сколько теряется. У тебя есть опыт много раз. Вот эти листы около 5-7 раз. Но я, честно, очень зажиротый человек. Я купила большое количество этих листов. У меня заливка, и я их выкидываю. Не надо меня бить за это. Нет, нет. А есть разница, в получаемом рисунке, используют горелку, строительный фен горячий или корректор? Конечно. Колоссальная. Одно дело вы подогреваете, другое дело вы догазируете без какого-либо катализатора по температуре. Ой, как красиво тут у нас получилось. И здесь красиво. Вообще, видите, совершенно по-другому. Разные, да. Так. Я помню про каплю. Сейчас мы ее уберем. Ну, а пока я проливаю по 10 грамм. Прос-минус. И вообще, советую воспитывать в себе вот этот интуитивный глазомер. Вам это очень сильно будет помогать. Я знаю, что очень многие работают на каплях. Я сама преподаю на каплях. Но я заметила это по своему собственному опыту, что чем больше и быстрее человек начинает работать с интуитивными габаритами, тем легче ему понять, как работает смола. А когда вы понимаете, как работает материал, у вас уже преимущество. Сейчас я чуть-чуть. Для чего я это делаю? Сейчас я прошлась салфеткой спиртовой, и на нем оказалось очень много спирта. Я спирт убрала, потому что малярный скотч, в отличие от обычного, состоит из бумаги. А бумагу очень хорошо вкидывает все, что угодно. Так, мы чуть-чуть здесь пользуемся, как я понимаю. И теперь последний раз проливаем. Недлительно тонируем. Прекрасно. Прекрасно. Густой особо не поиозишь шпателями, потому что сразу огромное количество кузырей. Поэтому это тоже всегда учитывайте. Сейчас мы чуть-чуть ее подождем, чтобы доказация произошла. А пока сделаем серединку. Серединку сделали. Теперь окрашиваем. Так. Я как-то покатила, но ухтела. Так, так, так. Сейчас отматываю вопросы. Нельзя, девушка ответила. А вы в центр проливаете изначально в молд прозрачную чистую, неокрашенную. Это сразу, как вы видите, тонировано. Да, тонировано. Все ли смолы разных производителей греются? Конечно. Это процесс полимеризации. Это химическое, представляющее наши материалы. Скажите, пожалуйста, форма из пасты можно использовать повторно? Да, конечно. Очень много раз. А если с ними относиться аккуратно, не перегревать горелкой, к примеру, не лить туда очень горячую смолу, прям закипевшую, она вам еще будет дольше прослужить. Так, скажите, пожалуйста, вот пишут, что какие-то проблемы с эфиром ВК. Спасибо, что сказали. ВК, откликнитесь, пожалуйста, все ли в порядке с эфиром? Здесь режим, ну, зарядка садилась, я включу. Сейчас все ли в порядке? Все, видно, слышно? Мне кажется, что все должно быть хорошо. Очень красивая вода вообще. Да. Все забирай. Все забирай, я еще налью. Мне ж только воля, да, я смогу? Прекрасно. Кстати, если вы тонируете смолу, при попадании любого красителя внутрь смола автоматически догазируется. Это не призыв к тому, что ее надо беспардонно мешать. Но, это маленький такой лайфхак. Если вы видите, что большое количество красителей, будь здоровы. Значит, правду говорю. Да. Если вы видите, что большое количество пузырей, вы красителем это приглушите. А мы правильный бой. Последний орел, и он у нас на густой. Какие еще у нас вопросы? Сейчас почитаем. На кристаллах получается очень много пузырей. На средний. Как избежать пузырей? Расскажи, пожалуйста. Промазывать. Промазывать. Медленно мешать. Все это в системе даст вам лучший результат. Промазывать чем? Расскажи, пожалуйста. Смолой. Я за смолу. Ну, то есть, промазывали там аккуратно, пальчиком пошерудили. И влили все остальное. И лучшие кристаллы вообще лить на пронзаж. Алин, вопрос. Да. Правда ли, что на пластике меньше пузырей легче выходит, чем из мод? Да, вроде. Да. А, я поняла, о чем вы. Да, да. Все, извините. Я сначала думаю, вроде да. Потом у меня мое мышление опять визуальное пришло в силу. Да, однозначно. И, на самом деле, там уже потом хочется работать только на этом. Есть такое понятие суперфиксации на результате. Это дополнительная мера. Она не обязательно. Мне просто не понравились пузырики. Я решила их сейчас убрать. Да, я корректором сейчас пульну по всем формам. Там вода у нас уже, да? Я залепила сегодня только одну. И мы проливаем белый. Первые пять минут перемешиваем аккуратно, а после с красителями можно уже быстро? Да. Да. Ну, по крайней мере, там не поднимается такое количество пузырей. Ну, да. Ну, честно говоря, я все мешаю быстро. Ну, ты как, ну, надо. Честно. А, да? Я, да. Ну, видите, сколько мастеров, сколько и мнений. Я это делаю только дома, чтобы никто не видел. Я просто, знаешь, не, наверное, в этом плане не такой уж перфекционист. Просто если образуются пузыри, меня они не смущают в толще смолы. Вот эти вот микропузыри. Так, дальше. Все. Здравствуйте. Это кристаллические молды. Они у нас называются молды с живым краем. Вопрос еще был очень интересный. Пожалуйста, эфир сохраните обязательно. Есть ли доставка в Германию? Мы доставляем все, кроме смолы, любые красители, пигменты и так далее. Поэтому напишите, пожалуйста, в директ. Вам все рассчитают наши менеджеры. Ну, какая красота. Спасибо. Я сразу положу сюда. Да. Использовали во время эфира. Вот такой металлик в жидком виде Hourglass. И сюда покажем. Вот такой. Это золотой. Вот такие сумасшедшие красоты блестки. Глиттер. У нас есть вообще всех цветов и оттенков. Называется Danfo. Белый краситель. Ну, это должен быть у любого, у каждого смолиниста, я считаю. Корнеол. Это тонер прозрачный. И сколько бы вы его не добавили, смола остается прозрачной. Просто меняется концентрация, да? Ну, подкрашивается, да. Использовали молды с живым краем наши. И использовали смолу жидкую, средней вязкости и густую. Обязательно потом в сториз покажем и в запрещенной социальной сети, и в разрешенный результат. А сейчас чуть-чуть подождем еще, поболтаем, посмотрим, как она тянется, да. И я поближе покажу вам, что у нас получилось. Пока мы можем с удовольствием поговорить, поболтать. Наконец-то моя голова не занята замесом. Если у вас есть вопросы, с удовольствием отвечу. Какой фирмы у вас молды? Наш, нашего бренда Epoxy Master. Металлики, какого еще есть цвета? Там такая палитра, ребят, это сложно объяснить, но целый стенд. И очень красивые, они также по оттенкам идут. Это то, что я увидела сегодня. Я поняла наконец, почему меня понесло на желтый цвет. Всему вино и вот это. То есть то, что на руках, оно интегрируется сразу в заливку. Весны уже просто хочется. Хочется, хочется, да. Поскольку капель красителя ты добавляла в каждый стаканчик. Напомни, пожалуйста. Смотрите, белый 4, тонера 3, его 4 и металлика. Я говорю именно его, потому что я до сих пор не могу нормально прочистить. Аурглаз. Сколько будет стоить набор для начинающих? Я смогу пользоваться через YouTube. Для начинающих, посмотрю, чем вы хотите заниматься. Тут все очень индивидуально. Во-первых, у нас на YouTube, на платформе нашей, на канале, есть первый обзор по Epoxy Box. Вы сами поймете, как отличается. Там есть и, скажем так, базовый закуп смолениста для первого раза. Но здесь вопрос еще в том, насколько вы, скажем так, новичок. Потому что Epoxy Box предлагает, помимо материалов, еще инструкции и возможность посмотреть это все в видеозаписи. То есть вы берете сразу и урок. Это, конечно, очень удобно. Они у нас есть не только по морской теме. Также будут потихонечку выходить обзоры на них на YouTube. Там Космос есть, есть на подстаканнике вроде, если правильно помню, и скоро еще что-то. Вот. Поэтому, конечно, выбирать вам. Но если бы у меня была возможность в мое время, я бы, наверное, первую хотя бы урок взяла. А не вела так. Потому что, кто меня знает, знаю это, а ученики так тем более, у меня есть одно самое простое правило. Если первая заливка застыла, это успех. Потому что у меня она не застыла. Я не знала, зачем нужны весы, я не знала, как это все смешивать. Было очень грустно. И оно все выкинулось. Грустно было на следующий день, да? На неделю. Я ходила и проверяла. Ждала? Да. Я же не знала, через сколько. Какой адрес YouTube-канала? Можете вбить эпокси-мастер, эпоксидные смола, и там будет. А вообще у нас вроде есть это... А, у нас в Telegram-канале есть адрес на него. Ну вот, да, можете посмотреть. Ну а так, так же, как вы в Instagram просто пробиваете. Здорово, говорят. У нас везде все примерно. Плюс не нас одинаковы. Юля, я об этом и писала, что у тебя даже ногти под заливку. Сразу видно, что в отпуск человек собирается на солнышко. Это у меня это солнышко, там сейчас 7 градусов, но я хотя бы так привезу. 7, и ты хорошо, чтобы вы понимали. Это уже 7, да. Спасибо, что вы выходите в эфир. Спасибо вам большое за внимание. Сейчас покажу поближе, что у нас получилось, да? Да. Так, снимаем телефон и сначала контакту показываем. Вот такая красота. А как лучше садится? Нет, отлично. А. Вот так. Немножко отсвечивать, но я думала, понятно. Вот, видите, как золото сияет красиво. Обязательно покажем, что же у нас получилось. Все, с контактом прощаемся. Спасибо вам огромное. И сюда переходим. Вот такая красота. Вот такая красота. Вот такая красота. Смотрите, как золото переливается. И вот такая красота. Апельсинка. Мандаринка. Ну, что это такое, да. Солнышко нам привези, пожалуйста, тоже, Юля просто. Обязательно. Но пока я везу туда в московскую погоду. Так, спасибо большое за внимание. Мы сохраняемся. Продолжение следует.